всем привет дорогие друзья в этом ролике расскажу как можно подключить playstation 4 к ноутбуку это сделать можно через такой переходничок вот этот ноутбук который будем подключать ну как бы видим да то есть ничего сложного я взял самый короткий hdmi и подключил его к ноуту то есть мы вы можете использовать любой абсолютно по длине он тоже будет работать дорогие друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пишите комментарии к этому ролику и пожалуйста делитесь ссылочками с друзьями спасибо смотрите на ноутбуке то есть заходим диспетчер устройств и в разделе камеры у вас должен появиться вот такой вот еще отдельный отдельное устройство она автоматически на десятке запускается то есть никаких драйверов вам не надо ничего устанавливать дополнительно теперь заходим настройки звука запись и вот выбираем интерфейс цифрового звука вот здесь вот прослушать ставим галочку вот вот здесь вот и вот здесь вот выбираем динамики то есть это для того чтобы у вас был звук на ноутбуке которые будут выводиться соответственно с нашей четверки подтверждаем действия жмем ok теперь по поводу программ которые вообще будут показывать картинку смотрите это фишка работает очень хорошо на программе об с скачать ее можно в интернете то есть она в свободном доступе ссылку я скинул вам в описании как всегда вот здесь вот выбираем устройство нажимаем ok вот и смотрите что дальше вот здесь вот в устройствах выбираем наш переходник просто usb видео вот и в принципе и все как бы здесь дальше что мы делаем мы настраиваем картинку то есть мы смотрим какое разрешение экрана мы можем выставить его то есть об этом я сделаю как-нибудь отдельный ролик именно по настройке здесь я покажу именно что нужно сделать что просто просто поиграть как бы ну в принципе сразу могу сказать что задержек вообще никаких нет эта штука очень круто работает вообще я честно даже не ожидал я очень много информации посмотрел и изучил там всякие разные вот эти переходники видел даже обзоры делают но как правило у них у всех есть задержка то есть например или как слайд-шоу да то есть показывается с какой-то вообще просто ужасной задержкой либо же там например какое-то там время вот у вас показывает картинка вроде все нормально идет потом раз такое типа как стоп пауза и опять потом пошла трансляция здесь все четко работает единственное смотрите у меня здесь сейчас был на обзоре ноутбук не очень сильный как бы и у меня запись я его записывал кстати просто все же ну любой программы которыми я была то есть все что у меня было там это помог скрин капча и то есть я уже не вдавался в эти подробности и видим как бы сам процесс он вообще не тормозит на записи у меня получилось такое немножко короче слайд-шоу вот но об этом я если захотите поставьте может какие-то оставьте комментарии я отдельно тоже сниму видос именно какие программы использовать для снятия видео с экрана компьютера вот то есть в самой игре отлично все работает вот вы сами можете посмотреть я попробовал сразу пятерку запустил потом horizon ну тут в принципе не важно тут сам как бы смысл в том чтоб в принципе изображение выводимая с консоли она вообще у вас не тормозила то есть как она работает с другими программами я вам сразу скажу почему-то с другими типа цел студио и таким подобным программам этот переходник почему-то тормозил я не знаю но это скорее всего конечно связано не самим переходником это с компьютером или с программой именно в программе об с эта штука вообще работает отлично вот то есть вы включаете и рубитесь вообще без всяких проблем и еще такой момент кстати когда записывал вот это параллельный отдел скрин экрана у меня была чуть-чуть иногда задержка ну то есть а вообще без записи экрана если вы вообще ничем не нагружайте свой компьютер или ноутбук то вообще отлично все выводит практически в ну вообще ты можешь сидеть и играть как на телевизоре по стоимости и вообще где его можно приобрести этот переходник это все сделаю ссылочки в описании смотрите под этим роликом обязательно это будет он стоит там в районе 10-15 долларов то есть абсолютно бюджетный вариант я помню был одно время на алиэкспрессе на ebay переходник ну типа аналогичный тоже там с usb на точнее с hdmi на usb он тогда стоил где-то в порядке 20 25 долларов и качество у него конечно было очень плохое это как бы сейчас новое такое устройство появилось на рынке сейчас и вот я его сразу же заказал попробовал ну очень классная тема по поводу того можно ли пас подключить через этот же переходник тот же xbox там ps3 ps5 и ну прочие консоли об этом я сделал уже отдельные обзоры так что следите за новостями следите за видео на канале подписывайтесь обязательно ставьте лайки и делитесь ссылкой на мой канал с друзьями ну на этом все желаю вам приятных новогодних праздников всем крепкого здоровья до свидания удачи удачи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА